Приветствую на своем канале. Недавно я снимал видео про потери ДВБТ2 сигнала в кабелях. Для этого я для сравнения замерил падение уровня сигнала в новом кабеле Cable итальянском, а также советском кабеле РК-75 легенде. Результаты показали, что все-таки больше затухания у советского кабеля, это вполне логично, но было бы несправедливо, если бы я не поднял тему потери спутникового сигнала в таком кабеле. Как известно, у меня тоже были такие случаи, когда мои клиенты хотели передать спутниковый сигнал по советскому кабелю, и это тоже закончилось не очень хорошо, но сейчас как раз проведем чистый эксперимент. Я сейчас сравню уровни сигнала на итальянском кабеле и на советском кабеле и посмотрим, что у нас получится. Сравнивать я буду на двух частотах. Спутник Амос. Сила 81 процент, качество 77 процентов, это на частоте 11140. На частоте 12410 сила 78 процентов, качество 67 процентов. На спутнике Астра я замерю уровни сигнала на частоте 11747 и 12284. На частоте 11747 сила 81 процент, качество 72 процента, а на частоте 12284 сила 79 процентов, качество 72 процента. На ходбёрде на частоте 10815 сила 77 процентов, качество 50 процентов, а на частоте 12597 сила 71 процент, качество 52 процента. А теперь замеряем уровни сигнала на советском кабеле. На частоте 11140 сила 81 процент, качество 77 процентов. На частоте 12410 сила 75 процентов, качество 67 процентов. На Астре на частоте 11747 сила 80 процентов, качество 72 процента. На частоте 12284 сила 76 процентов, качество 72 процента. И на спутнике Hotbird на частоте 10815 сила 75 процентов, качество 50 процентов. На частоте 12597 сила 68 процентов, качество 52 процента. Как видите, разница в показателях совсем небольшая, буквально 1-2%. Но, я обращаю ваше внимание на то, что у меня в качестве образцов использовались короткие кусочки по 8,5 метров. Ясное дело, на практике расстояние от спутниковой антенны до телевизора может быть гораздо больше, оно может составлять и 20, 30 и 50 метров. Так вот, на такой длине, если вы будете использовать советский кабель, вас могут ждать неприятные сюрпризы. Поэтому, ставьте новый кабель, если делаете ремонт в помещении и у вас остался старый кабель, обязательно поменяйте его на новый хороший, дабы в будущем избежать сюрпризов. На этом все, если видео вам понравилось, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также, все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи!